Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках очередного мастер-класса у нас встреча дважды Во-первых, потому что речь идет о мастер-классе, который будет проводить выпускник Казанского университета, выпускница, точнее, журфака Казанского университета Во-вторых, эта встреча, очень важно, проходит в канон женского праздника И как раз сегодняшний наш гость олицетворения одновременно и профессионализма, и женской элегантности, и женской, извините, мужественности Потому что это вполне состоявшийся, очень известный телеведущий, специальный корреспондент телеканала Министерства обороны Российской Федерации «Звезда» Человек, работавший, причем неоднократно работавший, и на боевых действиях в Сирии, и вот на недавней Олимпиаде, скажем, которая прошла в Корее И покоряла... Вот самая замечательная деталь – пилотировала самолет, военный самолет-истребитель А внешне вы сейчас увидите, при этом она осталась замечательной, элегантной, эффектной женщиной, девушкой И всегда держит, что называется, форму не только профессиональную И вот я и говорю, это очень важно и очень символично именно в канун 8 марта Поэтому под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену Ольгу Бородневу Здравствуйте Вас же можно и военным корреспондентом назвать, да, я так понимаю? Ну, во всем-то можно, потому что... Ну, вот все, что вы считаете важным для начала, прежде чем будет сессия вопросов-ответов Сказать, показать, может быть, на что обратить внимание И каково это, быть самой, сохранять себя, скажем так, да, быть обаятельной, привлекательной Что очень важно сегодня эта тема, я уже сказал, пока вы были за кулисами У нас тоже, конечно, будет присутствовать И при этом быть актуальным, боевым корреспондентом, журналистом, востребованным Хочется надеяться, что это все правда, что вы про меня сказали Итак, здравствуйте, меня зовут Оля, нет, я не анонимный алкоголик, я журналист И, наверное, явный, ну, по крайней мере, это моя главная характеристика Когда я училась на журфаке, к нам тоже приходили журналисты И я сидела вот, ну, только не в этой аудитории, а в каких-то других наших корпусах Сидела и тоже, как все вы, наверное, сейчас думали Ну, что она мне может сейчас сказать? Я уже в свои 20 лет все знаю Так и есть, вы уже все действительно знаете Вряд ли я что-то вам новое расскажу, я не претендую на это Я просто могу поделиться с вами своей историей Там есть несколько интересных моментов Для начала просто, чтобы вы, ну, немножечко познакомились с моей работой Если можно, посмотрите мой шоурил Краткую нарезку ярких таких моментов из моих самых запоминающихся командировок Сейчас мы посмотрим Мне очень хочется, чтобы мастер-класс был для вас полезным и для меня полезным Дело в том, что меня пригласила вот Лисанна Наилевна, вы же ее по отчеству все называете А я ее знаю просто как Лисанн Мы еще работали много-много лет назад, уже страшно подумать вместе на ТНВ Тогда она была совсем другой Я вот сегодня только вспоминала, как мы с ней познакомились Как она на меня рычала, когда я была студенткой второго курса и пришла на практику на ТНВ Пыталась распечатать свой первый еще плохой и такой очень сырой текст на принтере Она мне говорила, что ты принтером не умеешь пользоваться Это было очень сыром И сейчас я смотрю на нее, она стала такая милая, добрая, улыбающаяся Это, видимо, вы ее изменили Вы знаете, все-таки общение с молодыми очень полезно То есть для меня это точно будет полезно Надеюсь, и для вас тоже Можем? Спасибо Очень страшно Трудно представить, но я сейчас управляю настоящим боевым танцем, который стоит на вооружении Кажется, у меня получилось чуть-чуть расслабиться, выражаясь языком, что это вот так Легким движением рук курсантов этот автомобиль превращается в грузу запчастей Вот еще один артист, судя по заклепкам Это может быть фрагмент авшистских фюзеляжей Мы сейчас находимся в Сальме Этот город освобожден от террористов буквально неделю назад Он раскрыл, мне есть возможность В настоящем ощутить, что же такое небо Головокружительные маневры, которые совершает аллигатор в воздухе, кажется, противоречат законам физики Но благодаря соосной системе Ка-52 может лететь в любом удобном для него направлении Ребята занимаются этим три месяца, у нашей съемочной группы было всего полчаса Раз Два Три Его цель найти и уничтожить подводную лодку На борту вертолета есть специальная гидроакустическая станция Весит она, ой, сорок восемь с половиной килограммов Туба в некотором смысле всегда была и остается на коне Разведение лошадей одно из главных занятий в республике Господи, все, спасибо К заключительному дню многие по-настоящему втянулись в нашествие Ну, собственно, это вот такое Спасибо И при этом есть два ощущения есть Во-первых, везде, где мужчины пугались, по-моему, вас туда отправляли То кидали с этого, да, то засохли И второй, по-моему, везде с накрашенными губами Везде аккуратненько, все-таки вот эта женская изящность присутствовала В этом совершенно грубом вообще мире Спасибо Ну, на самом деле, вот в качестве ремарки, да, иллюстрации такой У меня есть даже фотография, кто-то из операторов меня подловил Я сижу на танке на полигоне Алабина, крашу губы Ну, то есть это просто само по себе кажется сочетание несочетаемого Но я считаю, что на съемочной площадке надо все-таки стараться выглядеть хорошо Конечно, это все должно быть в соответствии с условиями Вот я, например, против того, что вот когда я еще училась в университете Нас, например, учили Шапку обязательно снимай, перчатки обязательно снимай в стендапе Да, ты должна быть с прической и без шапки А если на улице 40 градусов Я вот была в Арктике, например Ну, какой там без шапки Ну, я просто слегла в первый же день И вся оставшаяся командировка была бы просто коту под хвост Вот сейчас, извините В Пхенчхане тоже в Южной Корее была точно такая же ситуация Было очень холодно, там дикий ветер У меня было прямое включение на крыше одного из отелей С видом на стадион олимпийский, где вот все это происходило Огни, фейерверки и дикий-дикий ветер И мне мой шеф-редактор говорит, снимай шапку Я говорю, я не буду снимать шапку Во-первых, это в соответствии вот с этой обстановкой А во-вторых, ну, как бы, мне моё здоровье дороже Я это отстояла И после этого я включалась все время в шапках разных разноцветных То в зеленый, то в красный, то в синий Это даже, ну, такой получился мой стиль И всех вот и в конце концов устроила Главное — это практичность Но если еще есть какие-то свои штрихи, вот это лучше всего Я так понимаю, что, ну, должна быть какая-то практическая ценность от нашего разговора Я вам могу просто кратко рассказать, о чем бы я могла вам поведать А вы давайте выберите В силу того, что я была и журналистом, и остаюсь таким специальным корреспондентом на месте событий Я могу вам рассказать про особенности работы именно на съемочной площадке Как добывать информацию, как стараться расположить к себе собеседника Особенности работы девушки с военными, да, может быть, кому-то это интересно Я могу рассказать о том, как работать в студии Потому что я шесть лет вела программу «Сегодня» на НТВ Теперь я ведущая утренних выпусков на телеканале «Звезда» Вот на следующей неделе моя эфирная неделя Если интересно, если вы рано просыпаетесь, можете посмотреть мои выпуски С шести до десяти утра, каждый час, и там даже полчасовки тоже есть Я могу рассказать о том, почему я переехала в Москву Как это случилось, что я все-таки там осталась И как я, в общем-то, выжила после увольнения с НТВ И мне кажется, что раскрылась даже в большей степени как автор Давайте определимся, с чего начать Что вам больше всего интересно? Спецкор, наверное, да, спорва, или ведущая? Что? Спецкор, наверное, нет? Вот спецкор и ведущая два акцента Хорошо Насчет спецкора Вот мне всегда казалось, что быть в эпицентре событий Это, наверное, самое интересное Вот у меня такой характер Мне нужна постоянная смена картинки И, к счастью, это та профессия, одна из немногих Которая дает возможность это полностью испытать Полностью удовлетворить свои такие потребности Командировки это за счастье Прямо вот за счастье Куда бы она ни была В Якутию, в Нерингре Вот в этот страшный город, куда меня отправили И то я была счастлива Арктическая моя командировка по Северному морскому пути Оставила много неизгладимых впечатлений Как я буквально с рук кормила белого медведя за бортом Это было потрясающе Пока наш теплоход арктический застрял во льдах И мы ждали ледокол, который будет нас эвакуировать, сопровождать Мы неделю стояли на приколе посреди Северного ледовитого океана И вот за нами пришел ледокол И каждый вечер к нам подходил белый медведь Вот так вот встал лапками к нашему теплоходу И ждал, когда же мы его покормим На самом деле делать это запрещено Но типа дикая природа, дикие звери Но мы их все-таки подкармливали Это было очень мило Северное сияние там где-то маячило перед глазами Была командировка в Сирию дважды Первая командировка стендапа как раз нам видели Когда только-только освободили город Сальма Мы еще слышали, как вот где-то в нескольких километрах от Сальмы Еще продолжаются бои Это вот было вот прямо рядом Ты ощущаешь, что это все по-настоящему происходит То, о чем рассказывают по телевизору И вот ты по-настоящему это видишь, слышишь Единственное только К девушкам все-таки на войне все равно особое отношение Мальчишек пускают в эти командировки надолго У нас стандартная командировка в Сирию Это, ну, где-то два месяца Меня так надолго не пускают Ну, в силу таких объективных, что ли, обстоятельств Там очень трудно с расположением Там кругом все-таки мужчины Которые много месяцев не видели женщин Там очень трудно найти место Где можно спокойно помыться, переодеться Там и все прочее Поэтому меня отправляли там на 3-4 дня Просто когда мы фиксировали Вот мы освободили вот эту территорию Вот мы сюда пришли Вот мы помогли, как гуманитарные конвои сопровождали наши военные Вот я обо всем этом рассказывала С нами ездил вот в моей командировке Игорь Коношенков Да, официальный представитель Министерства обороны И он, конечно, меня взял там на личный контроль Ну, потому что все остальные были мальчишки А я там одна девчонка И когда мальчишки все поехали прямо на линию соприкосновения Где были прям боевые действия Честно скажу, он меня не пустил туда Он меня закрыл в автобусе вместе с местной полицией Я пыталась выбраться из этого автобуса, кричала Он кричал в ответ на меня матом Сказал, я тебе сказала, сиди здесь И все Они уехали, там все подсняли Мой оператор поехал, у меня тоже была картинка Но сама вживую я прям как стреляют и не видела Но может быть это и хорошо Они почтили мою психику А я благодарна военным за то, что они так обо мне заботятся Может быть у вас вопросы какие-то есть? Я хотела уточнить по поводу спецскоры Я просто часто наблюдаю за твоей работой И в частности так же, как и большинство коллег Ситуация бывает разная В полном составе классическая съемочная группа Со свидетелем, с оператором, ассистентом Уже давно не ездят, тем более в такие точки Ты мне скажи, пожалуйста, какие бывают истории Когда я вспоминаю, как ты на телефон И с чем это связано, например От пиздений жителей компании От оптимизации, от чего И почему ты сама к этому относишься Ты оператор, ты корреспондент На самом деле очень правильный вопрос Спасибо, что задала, а то я могла забыть про это Вот моя последняя командировка в Южную Корею На Олимпиаду в Пхенчхан Была как раз такой Мы ездили в очень усеченном составе У нас было три человека в нашей съемочной группе Причем два из них корреспондента Я и еще один мой коллега Даниил Левин И один оператор Мы изначально не понимали, как мы будем его делить Это, во-первых, ограниченное число Акредитованных лиц, может быть Нам на телеканал дали квоту три человека Руководство посчитало, что рациональнее будет двух корреспондентов отправить Чем оператора, звукооператора и оператора То есть двух авторов и одного оператора отправили Ну и плюс экономия, конечно У нас были с собой просто наши телефоны Айфоны На самом деле, вот это, я считаю, такой мощный технический прогресс Когда современная техника, непрофессиональная Вот этот обычный айфон снимает уже хорошо Здесь 4К, да, видеокамера Здесь такой хороший диктофон узконаправленный Поэтому, когда я наговариваю текст вот так вот Читаю свой текст в ноутбуке И просто его вот здесь наговариваю на диктофон И отправляю потом в Телеграм или Ватсап Они спокойно его используют в качестве эфирного варианта озвучки Более того, был такой момент, когда я начиталась Ну, вроде как на камеру, ну, традиционным способом, с микрофоном Мне звонит режиссер и говорит Оля, звук плохой, давай как в прошлый раз Я говорю, ребят, в прошлый раз я в поезде начитывала на телефоне Говорит, о-о-о, было нормально, давай так же Ну, то есть это реально абсолютно нас спасало Потом был такой момент, что, ну, допустим, вот оператор ездил с другим корреспондентом А я одна, хожу с телефоном У нас была очень специфическая аккредитация Мы не вещатели, на Олимпиаде все совсем строго С тем, что мы можем транслировать, с тем, что мы не можем Показывать, снимать и так далее Вот мы не могли снимать почти ничего Нам нельзя было даже фактически адресные планы олимпийских объектов снимать Мы не могли снимать внутри Олимпийской деревни Мы могли только вот, если у тебя есть какая-то договоренность Со спортсменом, с тренером, вывести его в город И только там с ними разговаривать Но вот телефон меня вручал На телефон снимать вроде не запрещено Я отводила на какой-то нейтральный фон Прямо в Олимпийской деревне И спокойно записывала наших спортсменов Вот так же, вот так вот прям синхрон Вот так вот близко-близко к лицу подставляла И самое главное, знаете, не было психологического барьера Когда перед тобой выстраивают камеру Вот я даже сама сейчас это почувствовала Вот ваш коллега, который нас сейчас снимает Только что перед началом нашего мастер-класса Брала у меня интервью Даже я вроде бы, ну какой-никакой опыт у меня есть И то растерялась Такая, значит, вот выставили на меня свет Камеру поставили И я такая И немножечко такой ступор наступил А когда тебя снимают на телефон Все же уже привыкли эти селфи делать Эти сторизы в инстаграм выкладывать Это вроде уже какая-то естественная история Да, или естественная реакция Не было ступора у людей Всем было очень спокойно И легко на телефон давать интервью Плюс мне самой было Очень удобно включаться по скайпу Это удивительная история Вот это как раз к вопросу об экономии У нас было два официально заявленных включения с Олимпиады За которые мы заплатили какие-то невменяемые деньги Агентству Associated Press и Reuters У них там были свои лайв-позиции И мы пришли к ним на тарелку И заплатили там, ну за три минуты включения По 600 долларов, что ли, я не помню Это было в день открытия Олимпиады, в день закрытия А все остальное время мы включались по скайпу На самом деле качество было не хуже Благо Корея, высокотехнологичная страна Там отличный интернет, везде 4G И плюс я была очень мобильной Вот я так загрузила себе скайп, подключилась И вот так вот хожу среди толпы болельщиков И говорю, вот видите, как поддерживают наших фигуристов Подношу к ним телефон, они кричат Россия, Россия Подвожу к себе, говорю Ну, мне кажется, это тот случай, когда даже мои слова уже будут излишними Все за меня сказали наши болельщики Вот, поэтому современные технологии Они нам позволяют в полной мере Без профессионального оборудования В общем-то на высоком уровне делать материалы Тут вопрос только вашего мастерства Вот его надо оттачивать Всем нам Как состоялся тот путь из ТНВ в Москву? А в Москве все-таки на большое телевидение Это, в общем, федеральная пятерка каналов, да? Да Но на самом деле, вот есть люди, которые сомневаются Да, в выборе профессии Кем я буду заканчивать школу Они еще не знают, кем они будут У меня как-то путь был определен изначально Я всегда знала, что я хочу быть журналистом И я всегда к этому шла То есть я еще в школе работала, там в газете Поступила на журфак И параллельно с учебой Я же говорю, работала с Лисан вместе Вот, и работала на местных телекомпаниях И я точно так же всегда знала, что если Что как только я получу диплом нашего Казанского государственного университета Я все-таки попробую себя в Москве Но мне казалось, что это вот большая журналистика Мне хотелось быть там, где все это происходит Вот прям вот Кремль, вот он рядом Ой, я Путина живого увижу, ну надо же Вот, кстати, я его видела Если интересно будет, я тоже расскажу Это отдельная история И это не в рамках предвыборной кампании Поэтому я решила поехать И вот это был очень сложный момент Я такая очень, вроде бы, решительная И в то же время Вроде делаешь с бухты барахта А потом думаешь, ой, господи, что же я наделала Я купила билет, как это вводится, как говорят в таких случаях В один конец, вот правда Купила билет, вечером села, уехала с утра в Москве Никаких договоренностей Никаких даже приблизительных наметок Куда бы я пошла работать Понятно, я любила НТВ Потому что там был Алексей Пивоваров Это был для меня просто царь и бог в журналистике Я просто поклонялась его стилю И мне, разумеется, хотелось с ним работать Но у меня не было никаких завязок Вообще, это было очень сложно И я, ну, мне там помогли Я просто первые две недели жила у знакомых Поэтому это сильно выручило, конечно, меня Я просто начала обзванивать все редакции Всех изданий, радиостанций, телеканалов Таким образом, я попала на информационное радио CTFM Оно тогда существовало в Москве Спустя две недели практики Они меня взяли ведущей на CTFM И я читала там новости каждые полчаса Это тоже было сложно Это был определенный скачок Просто вот пока я работала в Казани Здесь все равно, ну, региональный акцент Вот мы делаем новости про наше правительство Про нашего президента внутри республики И лично я, ну, не знаю, может быть, у вас как-то иначе Мало федеральных новостей знала Вообще не была в теме, так скажем, в контексте этого Не очень следила за этим А тут мне пришлось сразу, хоп, и погрузиться в федеральные новости Это было очень сложно Я даже фамилии министров не всегда знала И могла сделать ударение Это была моя ошибка И мне пришлось с этим работать Но благо я все-таки обучаемая И через неделю меня взяли в штат Это было очень важно А потом, просто совершенно случайно Я попала на НТВ как раз к Пивоварову Он тоже взял меня на практику И это было, наверное, самое тяжелое время для меня в Москве Но в то же время самое яркое Я работала по ночам на радио И после этого, совершенно не поспав, ехала в Останкино И там сидела на стажировке, за которую мне не платили нисколько денег Писала тексты каждый день в огромном количестве Показывала их вечером После основного вечернего выпуска Алексея Пивоварова Он читал, говорил Так не пишут, бросал меня эти бумажки Я уходила, плакала И на следующий день возвращалась снова И через три месяца вот так практически без сна Вот этих вот постоянных унижений Но которые помогли мне отточить свой стиль Он сказал Ну ладно, писать-то научилась А мне нужна ведущая Давай попробую И так я стала ведущей на НТВ Вот Я, знаете, хочу Вот если кому-то придет в голову Такая же безбашенная мысль поехать в Москву И попробовать себя в качестве журналиста там Надо всегда помнить, конечно Каждый день на Казанский вокзал Приезжают просто два или три поезда Ну не только на Казанский На Ярославский, на Ленинградский Со всех уголков страны Наполнены журналистами Которые тоже хотят попробовать себя в большом городе И стать настоящим журналистом Но Это ни в коем случае не должно вас останавливать Во-первых, вы должны верить в себя А во-вторых, обрубить все концы Вот когда ты закроешь двери И ты будешь знать, что у тебя нет пути назад Вот ты начинаешь уже вгрызаться Вот когтями, ногтями, зубами Прорывать себе туннель Потому что у тебя нет пути назад Ты его для себя закрыл Только в этом случае возможен успех Дело в том, что мы все прекрасно знаем Что у нас респонденты бывают разные Несмотря на то, как бы мы перед ними не кривлялись Ни это, ни скакали и так далее Я знаю, что у тебя вот свежий был просто пример На Олимпиаде Как преодолеть негатив и плохой настрой респондента Пожалуйста Все верно Это была Татьяна Анатольевна Тарасова Все мы ее знаем Знаменитый заслуженный тренер И все, наверное, знают, что у нее непростой характер Дама такая почтенная Не терпит никакого невежества И не очень разговорчивая Для нее я должна была записать интервью Для моего коллеги И это первый блок интервью А второй блок уже для своей программы Так меня просто попросили Мы так договорились, наши продюсеры И вот я к ней приехала Она, конечно, опоздала на интервью Все такая вальяжная Она знает, как ее надо снимать Только вот такой план У меня вот эта рабочая сторона Это не рабочая Она все знает Она профессионал Лучше нас всех Во всем разбирается Ну, как бы я это приняла Сижу спокойненько Вот так вот На краешке стульчика Говорю, Татьяна Анатольевна На-на-на-на-на-на-на И ее мое обаяние вообще не прошибает Она сидит на меня Вот как на врага народа смотрит И я поняла, что вот это вот не работает С ней надо просто по чесноку Вот ты видишь человека Считываешь его И понимаешь то, что здесь Надо тебе признаться Я говорю, Татьяна Анатольевна Все, я все поняла Я говорю, я вот полный лох В фигурном катании Я ваши каскады от тройных тулупов Честно не отличаю Я здесь не для того, чтобы рассказывать Про достижения, про баллы Чем отличается новая система оценки Значит фигуристов от старой Я в этом полный лох Действительно Я здесь для того, чтобы делать живые Интересные репортажи про людей Вот я про людей Вот говорю, примите меня такое Какая я есть И давайте попробуем поговорить с вами Вот по чесноку Вот так вот просто по-житейски Она сначала нахмурилась Но ее подкупило мое вот это Чистосердечное признание Она такая сделала галочку Ну, видимо, хватило мне смелости В этом признаться А потом, ну, как-то там разговорилась А потом был такой момент Я на Олимпиаде Была очень замученная Это вот три недели без сна Практически без еды В каком-то постоянном Ахтунге Я вот так вот это называю Меня просили выбирать выражение Так что если я залипаю тут на 30 секунд Имейте в виду Я просто подбираю культурные слова Вот я была в такой прострации Все эти три недели И я очень замученная была И вдруг мне приходит Вот эта мысль в голову А вдруг не я одна замученная Вдруг вот и тренер И в общем специалисты Которые здесь тоже работают Они нами точно так же устают Я говорю, Татьяна Анатольевна, я заколебалась на этой Олимпиаде Я говорю, я здесь не сплю Здесь такие большие проблемы с логистикой Тут не добраться Ни в одного места Ни в другой Эти корейцы, которые не знают ни слова по-английски Вечно улыбаются Они, говорю, раздражают Она говорит, да И тут я поняла, что я нащупала вот эту вот брешь в ее вот этой броне психологической Она говорит, они меня задолбали Я у них просила вазу, вазу для цветов Это же бесполезно И она рассказала мне о своем и наболевшем И после этого она мне открылась И рассказала про то, что Олимпиады это чтобы терпеть Это должно быть больно всем И спортсменам, и тренерам, и журналистам Поэтому то, что тебе больно, терпи Будешь закаляться И вот после этого у нас прям разговор так заладился В конце концов, когда закончилось интервью Она меня просто обняла Сказала, была рада пообщаться со мной А мои продюсеры, когда потом ей звонили, договаривались на следующий интервью Она сказала, что только Оля Вот если Оля приедет, то ладно Это было очень приятно Есть такой вот аспект в работе специального корреспондента Это прямые включения Вот вроде бы у меня тоже есть опыт работы в студии Во время прямого эфира Я веду новости Но все же понимают Там суфлер, там написанный текст А здесь ты вот перед камерой стоишь И тебя вдруг может заклинить Ну что, ни у кого не было такой ситуации Когда ты забываешь слова Просто вот И либо от волнения, либо вообще просто мысль куда-то уходит И ты подвисаешь Это непростительно в эфире, да? В прямом И как ты из этого будешь выкручиваться? Я, например, всегда этого боялась Раньше вот я готовила свои прямые от и до Я просто прописывала себе весь текст Ну, во-первых, там нужно соблюдать жесткий хронометраж Да, все понимают, что выпуски новостей строго регламентированы по времени Поэтому корреспондент не имеет права выйти за эти временные рамки Иначе просто мысль окажется не окончена Его просто оборвут на полусловие Это будет очень грязно и некрасиво в эфире Поэтому я прописывала себе все, что я хочу сказать Прям вот от и до Начиная от ответа на вопрос ведущего И прям заканчивая последними словами И заучивала, если у меня есть время, заучивала Но вдруг вот этим летом я оказалась в таких условиях Когда невозможно это было сделать Мое чудесное руководство Просто бросило меня на абразуру У нас были армейские игры Был танковый биатлон На полигоне Алабина Мы вот Ну, это наша вообще тема Наша главная тема Это же телеканал «Звезда» Это все, что мы поддерживаем Мы информационные спонсоры И я подводилась к церемонии закрытия танкового биатлона И вдруг обнаружили наши режиссеры Что они что-то там не так посчитали И вместо обычного включения на 2 минуты Мое включение, мне сказали, может быть безразмерным Пока мы там не подгоним все А ты давай, что вижу, то пою И вот у меня прямое включение, по-моему, было 20 минут Вот 20 минут Вы можете себе представить Я стою на фоне пустой сцены Там ходят какие-то люди Раскатывают красную дорожку Там все, в общем, было красивенько Но еще все только собирается Все только начинается А мне нужно про что-то рассказывать Первая реакция, это, конечно, что? Думаешь, господи, что же я буду рассказывать? Хоть танцевать начинаю просто в эфире Ну, правда, просто не знаешь Потом ты понимаешь, что у тебя нет времени на панику Тебе просто надо собраться и что-то делать Но благо я была в том же, что называется, в теме Две недели, пока шли эти армейские игры Я каждый день их освещала И я начала вспоминать все Как все готовились Как все переживали Как я видела, здесь продают игрушечные танки Как мы пробовали соревноваться Игрушечные танки китайские и российские Какой из них лучше был Как сегодня все журналисты, которые освещали Значит, эти армейские игры Ходили все в камуфляже, в берсах А сегодня девочки выпендрились Пришли в платье Вот видите, и я в платье Потому что церемония закрытия Все наконец-то могут выдохнуть Как на этих танках, которые стояли под палящим солнцем На полигоне Алабина Можно было готовить себе яичницу Потому что они так раскалялись Вот эта броня была настолько горячей И вот эти все детали Потом все В какой-то момент я поняла, что я начала просто от этого кайфовать Вот в прямом эфире у меня текст вроде льется и льется Я вспоминаю все новые и новые детали И вот я поняла, что мне нравится это Я вот вещаю И вроде И меня никто не перебивает И режиссер не говорит Хватит нести эту прекрасную или непрекрасную чушь Значит, я вроде бы поймала свою волну Все зашло до того, что я начала рассказывать Что это было озарение в прямом эфире Я, в общем, горжусь этой фишкой, наверное, даже чуть-чуть Что я верю, что эта церемония закрытия танкового биатлона Пройдет как надо Значит, комар носа не подточит Хотя комаров здесь сегодня много И убиваю в прямом эфире комара Вот это было блестяще Как мне потом сказали Мне было приятно, что это оценили Вот такая свобода творчества в прямом эфире Мне кажется, это то, к чему надо стремиться Но это возможно только, если ты вот в теме А вот, кстати, про... Да, да, аплодисменты, конечно Спасибо большое Вот про прямые эфиры Это вот наша страшная любовь Но я вдруг обнаруживаю, что людей, способных работать в прямом эфире Как мы привыкли, как нас учили Да, все меньше, меньше, меньше Поэтому вот какие особенности должен Какими особенностями, какими навыками Должен обладать человек, работающий в прямом эфире Стремящийся там состояться Именно в прямом эфире Ну и, конечно, конечно, да Еще, может быть, какие-то интересные истории Там же всегда какие-то истории происходят В прямом эфире, ну, скажем, студии Вот такой вопрос В прямом эфире очень много прямых В прямом эфире очень много интересных историй Некоторые из которых не хочется вспоминать Ну да ладно Но какими качествами Вообще-то, мне кажется, самая дисциплина Вот это самое главное Себя надо контролировать на все 100% Но проблема в том, что пока у тебя не случится прямого эфира Ты не знаешь своих возможностей А вдруг тебя понесет Некоторые переживания настолько вот уносят кого-то там В такую глухую степь Что потом очень трудно собраться И вот эта вся мысль, растекшаяся по древу Она бывает очень не к месту Плюс мало кто понимает, как надо следить за хронометражем Это вот тоже большая проблема Мне кажется, что на первых порах лучше тренироваться все-таки Потому что вот этот вот, как это называется Врожденное качество, врожденное свойство Уметь работать в прямом эфире Приходит к вам через три года Прямого эфира Лучше пересказывать Вот как мы в детстве пересказывали какие-то рассказы себе Вот так и вы Просто приходите или там В качестве тренировки своим близким рассказываете Я сегодня была на таком-то мероприятии Самое интересное Ну как это уже стандартное Да, наше правило журналистики Самое интересное Вначале вы выносите, чтобы всех заинтересовать Ой, а я сегодня Путина видела И вот начинаете разворачивать В самом верху должно быть что-то такая яркая запоминающаяся деталь Которая захватит вашего слушателя И вы для себя определяете структуру своего прямого включения Ну или пересказа в данном случае И уже вот на такой практике, мне кажется, можно понять Как это вот на полторы-две минуты включаться Что касается прямых включений в студии Когда что-то шло не так Как это мы говорим, технические неполадки Ну вот у меня тоже такое было Когда это было на НТВ 7 ноября Был праздник Мы должны были включать корреспондента из Владивостока Была большая задержка по звуку Мы думали, что уже сейчас все наладится Это было мое, наверное, неправильное решение Я пошла ва-банк Я люблю рисковать И говорю, все равно его будем включать В итоге я ему задаю вопрос А он еще его не слышит Потому что у него задержка 40 секунд И он начинает материться в кадре Его тут же уводят Выводят меня в кадр И у меня вот такое застывшее лицо И остановившееся сердце И глаза вот так вот по 5 копеек Я понимаю, что я в кадре Быстренько себя привожу в чувство И говорю, технические неполадки Мы с нашим корреспондентом свяжемся чуть позже Вот я хочу сказать Если мы плавно перетекли к вопросу того, как вести себя в эфире в студии Прежде всего Действительно Надо себе на готове В голове иметь какие-то фразы Когда что-то идет не так Вот отрубилась связь с корреспондентом Вот не пошел сюжет вовремя Не успели его собрать Ты какие-то формулировки себе придумываешь дежурные Потому что в стрессе ты можешь не придумать А если у тебя будет уже шаблон какой-то, ты его вытащишь из головы Ну условно говоря Этот материал сейчас готовится к выпуску Готовится к эфиру Мы вернемся к нему в течение выпуска Ну или что-то в этом роде Вот корреспондент выругался Ты говоришь Ну извините, технические неполадки Вот погас свет в студии Ты говоришь Ну да, прямой эфир А что вы хотите Даже техника не выдерживает Какие-то вот такие вот И самое главное Надо быть со зрителем честным Ну то есть Человек же понимает Что ты налажал в эфире Тебе надо признать это Извиниться и пойти дальше Потому что лажают все И зрители точно так же В своей профессии могут налажать Мы все человечные Вот если ты покажешь Не вот пройдешь с таким Знаешь Высокоподнятым носом Сделав вид, что ничего не было Вот это будет глупо По мне так надо признать свою ошибку Извиниться за нее И пойти дальше И вот это, мне кажется Как раз вот показатель мастерства Когда работаешь военным корреспондентом Смерть начинает гулять с тобой рядом Уже с момента взлета Вот как вот с этим ощущением жить И как его переживать Не обращать внимания на него В работе своей Для меня это такая очень личная история Наверное, вы все помните Этот наш самолет Ту-154 Который в прошлом году разбился в Сочи В этом самолете должна была быть тоже я Это была командировка Министерства обороны Летел офицер с пресс-службами на обороне С которым мы дружили И много раз летали в командировке И он у моего руководства просил Чтобы летела именно я Потому что мы сработались У нас все было хорошо И просто в тот момент Я была в конфликте со своим начальником Поэтому я не полетела в эту командировку Но как выяснилось, это хорошо Это было очень страшно и больно Это было страшно, конечно, от того, что вроде как ты там мог быть И страшно от того, что там погибли твои друзья Есть же эта фраза Смерть это то, что бывает с другими А вдруг ты понимаешь, что это не то, что бывает с другими Это то, что бывает рядом и может быть с тобой Только после счастливой случайности это произошло не с тобой Первый момент это просто оцепенение А потом ты принимаешь это как есть Точно так же ты можешь выйти из дома И тебе на голову кирпич с крыши упадет Это судьба Я, может быть, фаталистка Я не знаю, можно об этом говорить или нет Либо это суждено тебе, либо не суждено Поэтому я, конечно, не отказываюсь после этого от командировок в Сирию Не отказываюсь от каких-то других рискованных вещей Я точно так же делаю мертвые петли на самолете, прыгаю с парашютом Ну, потому что это судьба Просто все понимают повышенный риск Но, знаете, чем ближе вот такое ощущение смерти, тем острее ты чувствуешь жизнь Это мне вот помогает чувствовать острее жизнь Мне, наверное, даже это надо Я немножечко не в себе Но мне кажется, это в нашей профессии Это, в общем, признак профпригодности Я, кстати, люблю А то, что ты прыгаешь сама, пилотируешь самолеты и так далее Это все просто, во-первых, мне кажется, ради твоего интереса Во-вторых, ради красивого стендапа Да, у меня один друг говорит Ты ради красивой фразы можешь жизнь отдать Ну, вот я люблю, во-первых, чтобы мои сюжеты были авторские Я считаю, что любой журналист должен отточить свой стиль написания текста Вот у меня уже он какой-никакой сложился Я не говорю, что это образец для подражания, но он у меня сложился Даже мои редакции меня называют Когда читают какой-то текст, не глядя на фамилию О, это же Борниев написал Бороднизмы Так называют мою игру слов, мою фирменную И точно так же это касается стендапов Действительно, я всегда стремлюсь залезть туда, куда никто еще не лазал Где еще никто не бывал Ну, или, по крайней мере, сделать это по-особенному, по-своему, как я это вижу Мне очень нравится, когда сюжеты наполнены лайфом и жизнью Прям вот жизнь дышит в них Чтобы у зрителя сложилось ощущение, что он сам тут где-то рядом был А может даже посидел в кабине Вот, поэтому в первую очередь Это все-таки, почему я там прыгаю с парашютом или ныряю в прорубь Потому что мне само это интересно, действительно И тут я могу прикрываться благой мыслью, благими намерениями Что это вроде как для работы Ну и плюс я считаю, что это положительно сказывается на качестве материала А второй момент, который я хотела тоже уточнить Понятно, что вот эти командировки, они опасны и так далее Но твои родные как? Вот я в несколько таких мест съездила Я маме уже потом, через месяц только говорила, что я ездила не в Москву, а в другое место Потому что я знаю, что мама моя бы тяжело это переживала У тебя здесь сын сидит, ну понятно, что он, по-моему, тоже уже пойдет по этой же стопе Между прочим, да, в Суворовском училище учится Олег А мама и Олег вообще как они воспринимают? Как ты? Я не думаю, что к этому можно привыкнуть Нет, наверное, они не привыкли Он действительно все время переживает Когда я улетаю надолго куда-то Он все время, ой, напиши, как ты летишь Ой, а вот как это, а как ты там будешь Очень они нервничают Но я вот, например, не обманываю Я вот все время говорю, я вот лечу туда Вот так вот Вот у меня будет такая командировка Просто я же уже сказала, что есть у меня БЗИК Просто родители в курсе Сын тоже в курсе, с этим ничего не поделать Это просто болезнь на всю жизнь, это журналистика Вы говорили про увольнение Мне хотелось узнать, не вызвало ли оно у вас творческого кризиса? Спасибо Вот это была та история, да Которая, ну, она может либо сломать человека Либо открыть тебе скрытые резервы Потому что увольнение произошло не по моей вине И не по моему желанию Просто сменилось на телеканале руководство И сменились предпочтения Ну, то есть там позвали людей, которые были ближе новому руководству И это, наверное, нормально Я даже не берусь Может быть, я бы на их месте поступила бы абсолютно так же Так же собрала себе команду, с которой мне было бы комфортно работать Но просто старая команда в этом не виновата Они же не нарушили каких-то там правил И не допустили никаких ошибок Но мне было больно оказаться за бортом Прослужив родной телекомпании 6 лет Верой и правдой Не допустив никаких помарок в эфире В общем, все было на достойном уровне И неделю я тоже была просто в прострации А потом я собралась и поняла Вы знаете, есть же эта тоже легенда Присказка про лягушку Которая одна утонет в молоке А другая забьет пенку, да, и выплывет И так выживет Вот я, к счастью, оказалась той лягушкой Которая сбила пенку И я поняла, что это урок от жизни Который нужно усвоить И тогда я просто на уровень, наверное, выше стану В профессиональном смысле Потому что, ну вот, на НТВ было прикольно Просто прикольно Ты сидишь такая красивая в студии Тебя накрасили, ты приходишь Тут у тебя вся твоя бригада Ты ими распоряжаешься Я такая маленькая, но начальница И так вот 6 лет в красоте, в тепле, в студии И в это время я, в общем-то, немножечко Подзабила, что ли На развитие себя как автора Потому что, ну, как ты можешь себя проявить Как ведущая, как автор, да В рамках вот новостей Ну, напишешь ты подводку Ну, напишешь ты шпигель Ну, да, я старалась красивые, игривые шпигели писать Ну, и все Но это же ты не автор Ты же не на месте событий А тут как раз предстоялась такая возможность Быть корреспондентом И я поняла, что я могу У меня получается Теперь у меня, ну, мои тексты Просто на порядок лучше, чем они были до Вот этого случая Теперь я знаю, что я просто выживу даже в атомную войну Мне кажется, в ядерную войну Раз я пережила вот это увольнение Господи, спасибо Боже, конечно, не дай Бог Но просто, когда ты Ну, все, что нас не убило, сделало нас сильнее Слава Богу Вы можете сказать, что высшее образование журналиста вам было необходимо? Спасибо Да, совершенно точно Ну, во-первых, классические знания, которые я здесь получила, они мне пригодились Просто для общего даже кругозора То есть мне есть о чем поговорить с людьми, у которых я беру интервью И слава Богу Я прочитала много книжек там у нас по зарубежке, да По отечественной литературе Там были такие огромные списки, но я старалась И если что-то я не прочитала во время учебы в университете Я читаю сейчас, честно вам признаюсь Потому что я знаю, что это мне нужно Это просто повышает общий уровень эрудиции Это необходимо Здесь были заложены принципы основные Вот просто журналистики, да Меня просто научили писать тексты Вот заложили вот эти вот принципы Я же вам говорю, да, самое интересное вверх Вот эта пирамида, да, которую нас все здесь уже оскомину набили Но это правда, это работает Понятно, что потом ты эти знания на практике подпиливаешь под себя Здесь тебе дают такие универсальные знания А ты уже потом из них как-то выпиливаешь напильничком Уже то, что конкретно тебе нужно в твоей профессии Но это было необходимо Плюс, вот еще за что я люблю университеты За что я ему благодарна, журфаку нашему Меня научили общаться Вот выстраивать коммуникацию нужным образом Я, здесь, ты как бы более-неволе учишься этому Ты оказываешься в этой среде Ты пытаешься здесь брать свои первые интервью Писать свои первые статьи, сюжеты делать Тебя отправляют вот на эти редакционные задания И тебе приходится добывать самому информацию Дозваниваться, работать как продюсером Договариваться о съемке Ты осваиваешь принципы коммуникации Которые потом тебе уже понадобятся в работе А вот у меня немножечко такой личный вопрос Как вы совмещаете семью и работу То есть, например, или какие-то семейные праздники Вы праздники пропускали, еще что-то Не жалели ли вы об этом, о потерянном каком-то времени Вот с близкими Тут, наверное, мои близкие жалеют Вот сидит грустный и жалеет Ну, к сожалению, это работа такая, которая Не позволяет тебе присутствовать на всех семейных торжествах Надо быть к этому изначально готовым И тебе, и твоей семье Но так уж получилось, что у меня к этому все готовы Все знали, что так будет И меня за это прощают Я стараюсь, конечно, как можно больше времени проводить с сыном Когда это получается Но не всегда Но мне кажется, что он тоже с пониманием относится Правда, милый? А я молодец Просто нет вариантов Когда ты не можешь изменить обстоятельства Ты любишь те обстоятельства, которые у тебя есть Я хотела бы уточнить по поводу психологического момента Может быть, поделишься своими лайфхаками Дело в том, что мы, конечно же, молодые, мы амбициозные Мы гениальны, нет слов Но когда начинается критика Мы начинаем реагировать на нее очень больно Потому что я же классный, я же гениальный Ты с этим сталкиваешься тоже постоянно Как и любой публичный человек Как и любой автор, которого начинают читать Может, посоветуй что-нибудь? Ну вот, смотря какая критика, конечно, мы все это понимаем Ну вот, например, у нас в редакции не принято хвалить Ну вот не принято У меня очень такой, надеюсь, не посмотрит мой начальник Это суровый начальник Который считает, что метод кнута и пряник Это только метод кнута А пряник у нас как-то отсутствует Каждую планерку нам раздают люли, что называется Это не так, это не так, это не это Вот я работала в Пьенчхане три недели, да, я вам говорю, в этом адовом графике И меня было за что похвалить, ну правда То есть я выуживала эксклюзивы, подбегала там, перелезала через забор Четыре часа выслеживала и караулила фигуристок наших чемпионок Записывала с ним эксклюзивное интервью Хотя не было никакой договоренности, опять же, в силу наших аккредитаций Я все это делала сама, все это вытаскивала сама И вместо того, чтобы меня за это похвалить, меня ругали за то, что я не успела на первое место в вечернем выпуске Потому что поздно собрала материал У меня были объективные обстоятельства, ну и все прочее И я привыкла к этому Ну то есть я знаю, что меня не похвалят Но зато как приятно бывает, когда все-таки ты приезжаешь из комментировки и говорят Борни, ну ты молодец, на самом деле никто кроме тебя И ты понимаешь, что вот когда она такая редкая похвала, она вообще дорогого стоит Это прям вот на вес золота Бывает еще другая критика, ну то есть у меня же там соцсети все открытые А я очень активна в соцсетях, мне видимо это надо, лайки, лайки Ну и плюс я все-таки экстравертна, мне в принципе хочется делиться своими эмоциями со всеми И реакция бывает разная Я своей вот этой вот открытостью, очень такой чрезмерной активностью, конечно, многих раздражаю Ну тут сидит человек, вот у него вся жизнь это вот дом, работа, дом, работа А тут я, и в Пенчхане, и в Сирии еще где-то Ну что ж такое, да уж задолбало И мне прям так и написали, еще у нас есть такая практика на телеканале Ну какие-то вот личные посты со съемок, да, у нас перепощиваются в официальном аккаунте Вот меня кто-то там перепостили, когда я там на Олимпиаде где-то бегала, прыгала, записывала интервью И я потом залезла и посмотрела, а там куча комментариев, и среди них есть негативные Задолбала всю страну И я вот не знаю, как реагировать Ну то есть, мне первая реакция, конечно, больно Ну как так, ты вроде стараешься, вроде такой позитивный, улыбаешься, а я, кажется, задолбала У меня просто шок А потом я поняла, что надо просто уметь иронизировать и в первую очередь смеяться над собой Ну задолбала, ну а что, правда, меня же много, я могу задолбать Я взяла, сделала скриншот этого, комментарии, выложила у себя на страницу Я говорю, а чего добился ты, я задолбала всю страну, а чего добился ты И все мои друзья, ну как бы меня поддержали, и мне этого было достаточно То есть поддержка моих друзей, она полностью нивелировала этот негативный комментарий Мне кажется, главное, иронизировать, адекватным оставаться Вот Я очень хочу вам рассказать, если у вас пока нет вопросов Про встречу с президентом, мне, правда, просто интересно было Это была одна из моих последних съемок до того, как я стала ведущей Ну, как бы на постоянной основе, да Теперь я езжу на съемки только на какие-то очень важные Которые мне самые интересные, которые мне вот, ну, руководство говорит Ну вот только ты должна, ну окей, ну должна, ты должна Так на, слава богу, горящие помойки я уже не езжу Это я не люблю Но моя задача, как бы, была вот такая, что мне хотелось освоить весь спектр журналистской работы От паркета до, ну, военных каких-то командировок И вот паркета в моей жизни было, честно говоря, не очень много Я уж не знаю, почему, но как так не складывалось А я так хотела попасть в кремлевский пункт, Путина посмотреть, да Вот это вот, а я Ленина видела, а я Путина видела И вот мне наконец-то осенью довелась там, была моя, по-моему, вторая съемка с президентом Была какая-то выставка в Манеже, меня туда отправили А у меня какой принцип работы? Вот я приезжаю на съемку, и все Я вижу, значит, вижу цель, не вижу препятствий Вот я вижу самолет, так, я на нем полетаю Вот я вижу вот этого прикольного спикера Я обязательно с ним везде похожу, он мне все покажет, сюда потрогает Я привыкла, что съемочная площадка, это прям как будто для меня Я забываю, что там мероприятие, я беру своей наглостью, а где-то и харизматичностью И все вроде как-то, ну, раз она так бодро действует, как будто бы, значит, так и надо И все как-то мне поддаются А тут пресс-служба президента, протокол С ними, оказывается, такое не прокатывает Я, значит, тоже там Я не знаю, вы в курсе, как работает вообще пресс-служба президента, как съемки эти организованы? Я, например, не знала, я вам могу рассказать Есть несколько каналов, которые входят в пул, да, несколько журналистов Вот всех приезжают на место за три часа до приезда президента Нас всех расставляют по точкам, значит, президент пройдет вот по такому маршруту Здесь стоит первый канал, здесь стоит Россия, здесь стоит Звезда, здесь стоит НТВ И вот, значит, у каждого только маленький свой участочек Шаг левый, шаг вправо, конечно, запрещен, но это я узнала уже потом И вот мы проходим, проходит Путин по этому коридору И каждый его снимает со своего ракурса А потом все вместе это сгоняют в материалы И всем каналам раздается, распуливается, да Вот система работы такая Когда президент уходит, у тебя есть там 20 минут свободного времени Когда ты можешь записать стендап где-то, где-то А я пошла, значит, меня поставили, и я ушла Никто же не мог подумать, что я позволю себе такое взять и уйти Я шарахалась по этой выставке Высматривала себе какие-то интересные, значит, планы для съемок, для стендапов Там что-то, что-то, и вдруг что-то зашевелилось впереди Я пытаюсь вернуться к себе, значит, на точку А там уже вот эти люди с ухом, в серых костюмах и все с одинаковыми лицами В галстучках Я говорю, мне нужно к своей съемочной группе Они говорят, там президент Я говорю, как президент? Мне же вот обязательно кооператор Нет, 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 вдавитесь в стену и не дышите И действительно проходит Путин со всей свитой И мне вот ничего не оставалось, просто как раз вжаться в стену и не дышать Прошел Я думаю, о, Путин прошел, пойду-ка я за ним, ну интересно же Достаю телефон, думаю, президента сфотографирую Начинаю его фотографировать Ко мне подходит куча народа и начинают тоже, значит, ругаться, что так не делается, что за неуважение и все прочее Но у меня не видно аккредитации Все почему-то подумали, что я сопровождающая, что я не журналист И я спокойненько иду за ними дальше Подходит ко мне Собянин, тоже думаю, что я из свита И начинает со мной разговаривать, ну как вам выставка? Я говорю, Сергей Семенович, говорю, интересно, ну тоже вроде интересно И вот я так их сопровождаю, хожу-хожу, пока меня не срисовал еще один из человек из пресс-служб президента и не наехал на меня Но там уже было бесполезно возвращаться на свою точку В общем, как-то так получилось, что я снова на обратном пути попалась Путину Когда я осталась среди сотрудников манежа, среди сотрудников выставки И Путин, выходя с этой выставки, подходит ко мне Думая, что я сотрудник музея и говорит, спасибо, было очень интересно Я теперь всем хожу и рассказываю, что президент объявил мне благодарность Это правда было очень удивительно, но я думаю, что пресс-служба Кремля теперь мне близко не подпустит Но зато есть что вспомнить У нас, оказывается, мы уже больше часа работаем На завершение буквально маленькую ремарочку хотелось бы Понятно, на самолетике летала туда, окуналась там, была, это вела Что ты еще хочешь? Что вот еще осталось, до чего твоя рука не дотронулась, а ты хочешь? В космос полететь А я, честно говоря, думаю, что это реально Ведь самое главное, это, ну, правда верить Ну, мне кажется, сейчас такие уже технологии А я все-таки работаю на телеканале Министерства обороны Который, как ни крути, очень близко связан с этой сферой Я верю, я правда верю Спасибо И остается взять на себя миссию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и сказать вам Спасибо, было очень интересно Спасибо большое Я надеюсь, я вас не утонила Спасибо 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 Спасибо